Добрый день, уважаемые зрители канала газета Садовод. Итак, осенью мы с вами собрали хороший урожай, но вместе с урожаем была вынесена значительная часть питательных элементов. И чтобы в этом году вновь получить хороший урожай, мы должны вернуть эти элементы в почву. А вернуть их можно с удобрениями, как органическими, так и минеральными. По-другому это называется сохранением или поддержанием почвенного плодородия. Сегодня мы поговорим, какие удобрения необходимо внести в почву весной, а какие надо было внести осенью. И что делать, если осенняя обработка почвы не производилась. В настоящее время многие садоводы не применяют на своем огороде минеральные удобрения. Пользуюсь лишь органическими. Мы рассмотрим ситуацию, когда используются и минеральные, и органические удобрения. Прежде чем перейти к внесению удобрений в почву весной, давайте вспомним о способах внесения удобрений. Способы внесения удобрений разделяются на основное внесение – это внесение удобрений до посева, осенью или весной, при посевное внесение – это внесение удобрений, при посеве семян или высадке рассады, и подкормки, которые проводят в течение всего вегетационного периода. Основное внесение удобрений – это внесение большей части всех удобрений. Количественно, оно составляет от половины до трех четвертей от всех вносимых удобрений. Каждая культура требует определенного количества и соотношения элементов питания. Кроме того, это соотношение элементов питания меняется в течение вегетационного периода. Именно предпосевное внесение удобрений и подкормки позволяют нам регулировать это соотношение в течение всего сезона. Давайте рассмотрим первый вариант, когда вовремя и правильно была произведена осенняя обработка почвы и были внесены элементы питания. Какие элементы необходимо внести в почву осенью, мы уже говорили, но кратко напомню. Осенью вносят под перекопку минеральные фосфорные и калийные удобрения. Для того, чтобы фосфорные удобрения поступили к корням растений, нужен промежуток времени. Фосфорные удобрения долго не вымываются из почвы. Калийные удобрения к весне вымываются в незначительных количествах. При осеннем внесении фосфорные удобрения пригодны любые, а из калийных – сульфат калия, а при его отсутствии можно давать хлорсодержащие, калийную соль и хлористый калий. К весне хлора в почве почти не останется. Но все-таки хлорсодержащие удобрения не следует вносить даже осенью в почву, где вы планируете выращивать следующие культуры – томат, огурец, кабачок, морковь, петрушка, сельдерей. Эти культуры не переносят хлор. Фосфорные и калийные удобрения останутся в почве в том месте, куда мы их поместим. По этой причине главная задача – равномерность внесения и заделка на всю глубину перекапываемого слоя. На тяжелых почвах осенью вносят органические удобрения – навоз, перегной, компост. Если осенью все эти удобрения внесены, то весной необходимо дождаться, когда почва будет готова. Готовность почвы на участке к перекопке определить несложно. Если почва не готова к перекопке, то она прилипает к лопате, комки не рассыпаются, почва мажется при сжатии в руке. Почва готова к перекопке, когда она к лопате не прилипает, но слегка влажная, рассыпается на мелкие комки при перекопке. Это значит, можно приступать к ее обработке. Весной остается внести азотные удобрения, например, по одной чайной ложке аммиачной селитры на один квадратный метр грядки. На легких почвах вносят органические удобрения – перегной, компост. Хорошим натуральным удобрением является древесная зола, которую тоже можно вносить весной. В ней есть все необходимые макро и микроэлементы, кроме азота. Удобрения равномерно рассыпаются по поверхности почвы и заделываются перекопкой. Вскапывать почву весной перед посадкой надо на глубину не более 15 см. И ровно столько, сколько вы можете в этот день засеять. После рыхления производят посевы. Заранее перекапывать почву не рекомендуется. Обработанная почва будет быстро терять влагу. Свежий, не перепревший навоз весной вносить нежелательно, даже под огурцы. А такие культуры, как морковь, петрушка, пастернак, сельдерей, лук на репку, редис, салат, укроп, выращивают на участках, где органические удобрения вносились в прошлом году. На бедных почвах под эти культуры можно вносить только полностью разложившийся навоз или компост. Если по каким-либо причинам осенняя обработка почвы не производилась, то весной вносят минеральные, азотные, фосфорные и калийные удобрения, а также органический компост или перегной. Фосфорные удобрения вносят любые, а из калийных сульфат калия. Хлоросодержащие, калийная соль и хлористый калий весной вносить нельзя. Весной можно внести сложные удобрения азофоску или амофоску, в составе которых азот, фосфор и калий. Удобрения рассыпают по поверхности почвы, выравнивают и производится перекопка почвы. В этом случае уже на полный штык лопаты. Многие садоводы перекопку почвы производят вилами. Это особенно целесообразно на легких почвах. Этот способ наносит меньший вред дождевым червям, главным производителям гумуса. Если осенью для раскисления почвы под перекопку внесены доломитовая мука или известь, то внесение фосфорных удобрений желательно перенести на весну. Внесение извести или доломитовой муки вместе с фосфорными удобрениями способствует переводу части фосфора в нерастворимое состояние. И еще хочу напомнить, что избыток удобрений не менее вреден для растений, чем его недостаток. Нормы внесения удобрений необходимо строго соблюдать. Если данные советы были вам полезны, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался. Удачи вам и всего самого доброго!